Ветер вообще, это первомай. Народ нахохлился, все в капюшонах, рыбачки. Ветер андрюхонас. Народ нахохлился. Хорошие, уважные. Народ нахохлился. Народ нахохлился. Народ нахохлился. Народ нахохлился. Народ нахохлился. Так, вот рыбинский рыбак у нас, Андрюха. Самое главное, без экипировки обязательно забродники. На мой взгляд, обязательно не опрен. Потому что 4-5 часов стоять, вода ледяная, не могу. Палочка всех времен и народов. Сабаниев Эволюшн, семерка. Лучше не придумано. Курточка обязательно. Ветер, дождь, постоянно погода меняется. Можно без куртки никуда. Улыбка на лице. Разумеется, без нее ловить нельзя. Вот так должна выглядеть березка. Около воды. Вот такая вот фенологическая примета. Листочки еще не вылезли. Но это именно здесь. В Москве уже лист с рублевую монету, наверное. Когда мы уезжали, уже были большие листья. Здесь вот у воды. Вот это вот время совпадает с самым лучшим клевым. Платвячим. Так, Андрюха, давай-ка мы мормыгу посмотрим. Мормышка вот такая вот. Лодочка, не лодочка. Черт тебя знает, с бусинами. Все, больше ничего не нужно. Подсадок никаких нет. У меня чуть-чуть другая. Называется Рыбинский муравей. Так. Вот у нас смотовильцы. Вот такая вот мормышка. Уже изрядно поеденная. Погрызенная зубами плотвинными. Вот так вот. Ну что, полезли в воду. Смотрите. Вау. 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 Так, форсирование водной преграды. Вода прибавилась. Что себе, солнышко похоже выглядывает. Дорога к рыбе. Так, с морозом много. Много? Ага, да. Вчера мы ажиотаж создали. Дорога к рыбе. М-м-м. М-м-м. Газпорт. Городная насадка. М-м. 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 Му-м. 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 Однозначно, чем этот макролей традиция. Снимите. Чуть-чуть потревожим. Что такое? Просто снимаем красоту. Как все это выглядит. Ребятам покажем, какая она рыбинка. Ну-ка. Блин. Вот она, латвийца. Ну вот, дошли. Достается еще один главный причиндал. Отток. Солодец, вы подержи. Вестер, вестер, вестер. Ну куда от него не деться. Вечный рыбинский спутник. Вчера был вечер, просто шикарно. Так, подождя, Андрей, не выдвигающий кивочек. Давайте мы на кивочек посмотрим. Тоже очень злоподневная вещь. Кивочек пластиковый. Струзик от Андрея Коника. Из чего делается? Никому не известно. По-моему, это какая-то упаковочная лента. Толстый из нее вытачивается. Динализатор. Все дела. Бусинка на кончик. Тут пока возился камерой, Андрюхон словил езя. Ясь. Рыба мечты. Верни, в глаз головинцу. Желтый, вытянутый. Ясь. Такая вот ценная рыба. Плыви. Так выглядит Андрюха ловит. За спиной постоим, глядишь. Дождемся. Рыбки какой. Покажи проводку. Проводка, так называемая, ни о чем. Подъем и спуск. Самое интересное, что подавляющее большинство поклевок происходит в среднем слое воды. То есть над глубиной 2-2,5 метра рыба стоит в слое сантиметров 40-50. В принципе, один день мы так и ловили. Мы двумя метрами ставили спуск, сантиметров 70. И там все время макали мормышку. И результаты были очень хорошими. Сейчас опять ветер. Опять погода поменялась. Третий раз за третий день. Поэтому неизвестно, где она сейчас находится. Сейчас главный поиск. От начала до конца все горизонты. Все вокруг себя веером пролавливается. Так, ищем, 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 ищем. Пошла. Пошла? Да. Пока тишина. Снимать, конечно, был вчера. Вчера надо ловить. Вчера был супер вечер. Отличный клев. Рыба вся как на подбор крупная. Опять похолодало. С утра плюс 7. Ветер пронизывающий. Такой первомай. Так. Андрюхона поклевка. Попаживание. Палочка гнется. Платвица. Просто платвица. Можно, собственно, не складывать. Все равно планируется на отпуск. Поэтому можно просто откатить. А ну-кася. А ну-кася. Просто платвица. Подмосковье, конечно, такую платвицу. Продолжение следует...